всем привет собрал я стеллаж до конца все-таки пока еще не поставил его на место но дело за мало в общем 99 процентов уже работаю выполнено то есть осталось его заполнить но с этим проблемы нет у меня коллекция большая можно будет разгрузить кое-какие полки потому что на них уже реально тесновато начнем что весну чтобы отправить кое-какие растения и тем самым освободить место вот у меня две главные новости первое это ну сам стива собственно говоря да у меня вот он пустой буду его заполнять авторалия есть обменялся растениями обменял я четыре авоказии на четыре вот этих растений но самое главное которую я хотел это конечно же вот это это карамель мармал мои хорошие это карамель марбал в элегантная вы помните по моему видеоролику что я его очень-очень хочу хотел и она вот у меня наконец-то появилась и я недолго думая с удовольствием обменял 4 авоказии на вот эту красавицу плюсом как бонус мне еще он послал вот такие вот такой колеус смотрите какой симпатичный и знаете что самое интересное во первых это новинка очень редкий колеус и у него не бархатистые листики а кожистые такие плотные очень интересный и сам сорт такой миниатюрный он не крупный крупным он не вырастет также бонусом смотрите главным какая красивая розовенькая и диффенбахия но это как и такая интересная будет пёстр пёстролистная я к сожалению название не знаю ну в общем то потом спрошу еще но самое главное это конечно карамель марбал просто супер я в полном вообще восторге от нее сейчас поставлю ее на самое самое элитное освещаемое место на стива же конечно будет у меня расти и собственно говоря вот такие вот авоказии ему тоже поехали авоказии мишкольцев рикантная и зебринка зебрина ретикувата эти два растения я подготовил для девочки санкт-петербурга поедут они на такси я их утеплю и они поедут под новый дом очень красивые смотрите какие пёстренькие листики просто космос вот собственно говоря и все я бесподобно счастлив александр если смотришь большое тебе спасибо еще раз я вообще в полном восторге пребываю до сих пор не верю что и она у меня теперь появилась в коллекции смотрите какие красивые пёстренькие листья я поставлю на самое такое хорошо освещаемое место и будет она у меня под постоянным наблюдением вот еще одна хотела сбывать растение ехали не почта если кому интересно они ехали поездом и конечно от поезда я их забирал уже на машине в тепле то есть растения максимально были скрыты от холода и как бы ну не пострадали если бы они были отморожены уже какие-то признаки отморожения появились но как вы видите они бодренькие стоят листики не повреждены все хорошо доехала все отлично вот такие вот у меня новости рад до безумия вообще просто полном восторге тем более зимой растение особо не купишь потому что ну во первых и холодно наверное это основная причина то что холод вот это что хочется в основном это все за границей находится поэтому особенно когда ты получаешь такую такую диковинку такую редкость вызывает вообще бурю положительных эмоций так надеюсь что вам тоже передастся моя радость ну а я сейчас буду двигать этот стеллаж куда-то на новое место и вновь заставлять его растениями поклею пленку чтобы отражать свет по максимуму ну и соответственно чтобы стены не пачкались на них не попадала вода и тем самым тоже исключить какие-то плесени и тому подобное поэтому такие новости у меня вот полки конечно у меня очень некоторые загружены вот сейчас буду их так сказать разгружать приятных опыт остались самое тяжелое позади и самое тяжелое для меня было это вот непосредственно сама сборка ну как говорится глаза боятся руки делают и уже все позади а теперь самое приятное осталось это оставить растение это мне кажется для любого цветовода это самые приятные такие хлопоты взять горшок и носиться с ним по всей квартире в поисках нового места куда пристроить куда поставить вот очень красивые смотрите вообще просто не могу а это такая леус гляньте какой хорошенький давайте я вам поближе его разглядывать покажу очень красивый напоминает какого-то тут морские морские как они есть коньки такие знаете что-то мне кажется вот это и вот есть просто бесподобный смотрите какие красивые карабелька надеюсь что ей у меня понравится она будет расти пышным хорошим красивым кустом вот вот такие вот малыши 4 ну конечно это королева из всех вот этих сейчас тоже буду упаковывать красавица вот такие новости друзья у меня коротенькие давайте вам покажу еще вот это тело что у меня на нем такого интересного вот филадендрон пинг принцесса слушайте я его пересадил дал чуть больше объем горшка и он у меня знаете так ожил листики начали более расти крупными кстати варигантность такая хорошая достаточно на листьях будут освещение тоже яркое тут другие ленты немножко но они такие более яркие и вот еще из новостей у меня монстера корость я на корости она корости она варигантная вырастила листик из череночка промежуточного и этот листик варигантный вот видите вот эту желтая полосочка на второй половине место это вот уже вот материнский лист вот этот вот от мир а это уже свой домашний новый вести к аваригантный вырос так что еще кстати помните вот у меня покупал вот эти филадендроны маска брикантная и я думал что в регатность пропала вот видите первый листик у меня зеленый вырос я расстроился думаю ну все ерунда какая-то посмотрите какой вырос следующий я просто в полном вообще восторге я себе не представлял что это что вот когда вырастает зеленый ты расстраиваешься а потом вырастает в регантный и это это просто счастье это счастье меня переполняет вот и второй черенок он тоже брикантный тоже в регантный никуда она не делась и вот этот листик он разворачивается он тоже в регантный я их посажу вместе данным опору будет красивый пушистый куст ну и конечно холостану своим бурли максом тоже его недавно пересадил до чуть больший объем но надо ему на новости ваш переехать потому что он уже прямо скоро упрется в полку поэтому надо чуть повыше расстояние будет сделать но ничего скоро переедет и он тоже как только я его присадил начал активно расти и у него тут столько много вот этих маленьких точек роста очень интересный филадендрон вот именно тем что он кустится не растет одним стволом одной лианой а вот именно такой пушистый его не нужно срезать подсаживать чтобы он придать такую ветвистость он сам по себе так интересен тем что как бы самоформирующийся но если может так сказать вот очень интересно думаю что сейчас соберу отдельную полку именно с филадендронами и будем с вами делать обзоры на молодые филадендроны вот надеюсь что получится это у меня все до новых встреч пока пока